Так, я вопрос решил сегодня задать кое-кому. Сергей Павлович, ты какой год находишься здесь, приезжаешь? С 2005, это что получается, 13 лет. 13 лет. Ты не раскаялся, чтобы мы познакомились, что ты приезжаешь сюда каждый год? Да, а что бы я? Если бы я раскаялся, я бы перестал бы ездить. Наши правила, вот какие есть, начиная с утра, чтобы вставать всегда в 4.40, днем никогда не ложиться, никаких воскресных дней. Вот что, давайте я полежу, то другое. У тебя не было заскоков? Это очень хорошие правила, заскоки были, но я боролся, и с Божьей помощью победил. Так, Полодя, иди сюда, я тебя тоже спрошу. Это же самый вопрос и тебе. Сколько ты времени находишься за зомбированные вещи? 11 лет. 11 лет. Ты наши правила, когда узнал, еще в лагере существовал, тебе не показались они невыносимыми, странными или желание заменить их? Начиная по порядку, с утра. Нет, я еще на Урале, когда жил, это все принял. Так. Ну а ты понимал, что ты приехал сюда не просто в лагерь, а ко мне приехал? Понимал. А ты это понимал? Да. Потому что ты находишься здесь, с тобой беседую, я занимаюсь, я у меня спишь, ешь и все прочее. Это просто расставить, как говорят, все точки на день. Ты на свой вопрос, на этот вопрос как ответишь? Ну так же. Так же. А почему нарушаешь? Ну я не знал, что вообще нельзя, даже в воскресенье ложиться. В воскресенье вещи нету, каждый день. И для нас это разницы нету. Ну мне начало трудно было, а сейчас вроде втягиваюсь потихоньку. Я тебя вот там застал один раз уже, застал. Утром пришел, а ты там закрытый, за шторочкой, и что ты решил, потемарить там или еще. Утром работать. Сергей собаками занимается, Володя стряпает, варит, жарит парень для нас покормить, а ты лежишь. И сегодня, 26 августа 2017 года, воскресенье, я пришел сюда уже, ну пять часов было, да, шестой час. Сергей сидит тут, уперся в компьютер, я не глядел, я заглянулся. Володя там чебажничает, посудой гремит. А где Виталя? Пошел, лежит под ватным материалом, жарко так. И что-то подсвечивает начал, то ли разговор услышал, включил там как. Не, я смотрел телевизор. Ну то есть лукавый. Ты слышал такое выражение на Златоусте? Евангелие вторичное, первичная совесть. Ну от вас слышал. Ну а как ты растолкуешь эти слова? Как это? Евангелие вторичное, когда Евангелие везде на первом месте. Откровение Божие. Ну есть еще такое понятие сожженная совесть. Да какое это отношение имеет? Первичная, а ты сожженная. Слышал, говорит Зборн, да не знаю где он. Ну совесть она же говорит там, что-то подсказывает. То есть не знаешь. Оправдывает или осуждает. Не об этом речь идет. Первая книга Бытие когда написана? Первая книга Библии. Я откуда знаю когда. А сколько тогда лет прошло? Семь тысяч с чем-то там или что? С чем-то. Или может меньше. Ну как раз плюс-минус семь тысяч. А тогда до рождения Христа сколько было? Пять тысяч там. Тоже не знаешь. Пять тысяч пятьсот восемь. И на них наложить сейчас две тысячи восемнадцать. Вот и все. Тут две цифры. Так. А Давид. Пророк Давид. За сколько лет до Христа жил? Я не знаю, Дмитрий Ильич. Верующий. Не верующий у тебя полная тьма. Не знаю. А Никита Колесников все это знал. Вот в чем-то как-то об этом принесло. А что это дает? Вот если я знаю, что это мне дает? Тебе ничего это не дает, если нет. Ну или человеку какого-то. Что оно тебе даст? Никите, что это даешь? Ну давай, я тебе сейчас поясняю. Удивительно просто. Что это тебе дает? Ну вот что это дает эти знания? Ничего тебе не дает это. Что это тебе даст, когда ты не знаешь? Ни на один вопрос. Теперь смотри. Ты не знаешь. Значит, Псалтырь сколько лет существует? Ты тоже не знаешь, описал Давид. За его сына Соломоном ты тоже не знаешь, когда тут храм и все остальное, книги. Когда написаны, я не спрашиваю что-то, а первая книга бытия, кто ее написал? Моисей. Если верить. А Моисей за сколько лет до Христа жил? До этого. Я не помню цифры, Игнат Тихонович. Да ты не можешь помнить, потому что не знал. Тысяча шестьсот. Да две тысячи сейчас прошло и того, а сколько будет? Ну три шестьсот. Три шестьсот. Там с копейками. Это имеет значение, очень большое даже имеет. За три тысячи шестьсот лет человек ни один не мог изменить, чтобы утро наступило раньше или позже. И мы об утре сейчас говорим. Ни один. Господь говорит, это у них осень, зима, весна. Никто не переменит. Никто. Ласточка знает. Горынка знает время. А зачем мне? Библия говорит, она знает время, а ты не знаешь. То есть хуже птички маленьких. А у нее птички разные-то совсем. Иная рептилия даже умнее. Я вот сегодня тебя опять застал в постели. И ты это слышал. Я тебя уже как за это дело предупреждал. И ты снова лежишь один. Слышишь, как тебе готовят обедать. Почему ты лежал? Ох и трудный вопрос. Знаешь, в мире труднее всего продать лень. Володя продал. И у него невозможно никак. Гнилые все под корки-то. Почему ты сегодня лежал, когда все работали? Все. Я там воду набрал, воду набрал. Что-то мы помолились, воду я набрал. А Володя потом говорит, ну... Понимаешь, ты сам начинаешь. Пишешь устав. Ну я приехал к тебе. К Калинику Виталию. У него такой устав. Если ты там встал рано, воды принес, сделал, тогда снова ложись. Ну нет такого в уставе. Ты сейчас сам пишешь устав. То есть как бы ты хотел. Тогда образуй деревню, образуй лагерь, чтоб тебе приезжали друзья. Способен на это? Нет, конечно. Нет. У меня самые заядлые враги что-то говорят, ну я бы тоже это сделал. Тот говорит, и сделал бы это. Да. Но общего создал бы. Все до одного попятились, нет общего никому не создать. Это община. Это не просто ЛДРП. Там сказал, где-то кто-то записался до день и ночь жить. Работать. Быть в полном послушании. Я никакой не ава. Я еду на миссионерскую поездку, мы выехали сразу 8 машин. Ты в клочках был? Помнишь? И журналисты приехали, и фотокорреспонденты. Как это не ава? Вы ава найти? Нет, нет. Я никто. Ну в смысле? Вава больно. Вот это да. Слушай дальше. По порядку будем говорить. Вот мы сегодня... Вчера мы еще не могли проверить наши снасти. Мордушки там называется. Гроза была. И она вошла прямо в ночь. Гроза. И ночью уже там идти некуда. Я до этого и пришел, чтобы пойти с Сергеем. Я спрашиваю. Вы двое. Володя заняты. Кто пойдет? Ты даже... Только думал, только б не меня. Ну еще одно. Только б не меня. А ты как замуж девчонка любая. Меня, меня возьми. Меня. У меня задница толще. Но не поэтому же берут-то. Меня возьми. Это я не где-то у Максима Горького высчитал. Чтобы не подумал, что я сижу, хамлю тебя. Я хамить тебя никак не могу. Я старше тебя. Хамся всегда по отношению к старшему, к младшему. Запомни это. Почему ты не предложил... К Сергею Пуприщу я зачем пошел? То есть лишний оказался. А вот сомнеть. Мы пришли. Сергей идет к пушку. Несет два ведра. Он подумал, что там вчера одно ведро было, а сегодня два. Я говорю, там нет еще после ночи. Ну не поверил. Взял два. Мы инструмент сложили в один. Это все получилось так, как я говорю. Не как он. Я на велосипеде к себе. А его мордушка стоит отсюда. Это его мордушка. Да, далеко. Я на него положил велосипед. Пошел там палкой и прочее. Он не останавливается, как она своей. Она там, внутри, в озеро стоит. Он сразу пришел ко мне. Ты бы так сделал? Ну я бы к своей пошел, мордушке. Вот так. Первая разница. А дальше ее не вытащили без инструмента, которым я работаю. Палка. Ну, значит, за инструментом... Да, дальше. Я вытаскиваю там. Он знает, где две рядом стоят. Он ни слова не говоря, показывает кусочки. У меня на них налей тоже масло. Я тут пока с большой мордушкой водится. Две моих маленьких. Я, говорит, достану и постараюсь их приготовить. Ты бы это стал делать без спроса, без разрешения. Да я не знаю, Датихович. Порой что-то самостоятельность проявишь, и вы по рукам бьете, что типа поворыл и что-то делаете. Так, я сейчас его спрошу. За сколько лет ты назвал? Тринадцать? Сколько раз я тебя по рукам бил? За что? Припомни, конкретно. Ну, я образно говорю по рукам. Я же не говорю, что буквально по рукам. Образно, образно. Где-то нужно было то-то, и у тебя хорошая идея, хорошая мысль. Я тебя по рукам бил. Где? Да, сейчас я не знаю. Ну, я вам скажу. У него шея заболела, когда сильно он там схватился только, и сразу пузыри пошли. Он болел уже, это опаснейшая болезнь, смертельная. Я его сразу предупредил на солнце, чтобы не было. Шея высокая, воротник, и замотайся все. Он против, я опять... Он не против, но как бы-то. Я сказал, из дома не уходи, шей! В чем моя вина? Я настаиваю, как врач. Ну, это нормально, что ли? Нормально. А когда говоришь, ненормально. Мне один говорит, мы где служили, там, говорит, нет зебени. Мы почти все поехали без зуба, там, в воинской части-то. Но у нас, говорит, был командир какой-то там. Он, говорит, где-то доставал, а тут под снегом буквально, там, селющейся сосна и прочее. И кипятил, и большой бак стоял, говорит, у него наполненной жижей-то. А он стоял с пол-литровой кружкой, и каждому выходящему салату пей. Я не говорю, он как в лоб дал мне кружка-то, вели салат, пей. Мы, говорит, поехали все с зубами. Я теперь, говорит, целовать я только его. Витамины. Но когда давали другие, то не хотели, его проклинали буквально. В то время-то гость такой пить-то, нигде не воной счастье не заставляют, а ты заставляешь-то. Идиот, беспод. Я к тебе приехал в гости, вообразим так, у тебя все есть, у меня ничего нет. У тебя как ты. Просто алюменщик еще один заболелся. Какой-то устав у тебя был, ты бы меня с ним ознакомил. Расскажи. Мой устав тебе не подходит, явно, никак. Да почему, Игнатий? Я и хочу сказать почему. К этому подвожу разговор. Почему ты лежал сегодня, когда все работают? Я уже не один раз, в следующий раз тебя просить тебя не буду. Я тебе туда такой пучок суну. Гореть будет все. Володя добро дал. Крапиву, крапиву тебе дам туда и пол-литра холодной воды. Хотя можно ее разбавить. Больше тебя воневать не буду. Теперь смотри. Утром я встаю по сигналу внутри, но я этому не доверяю. Я ложусь иногда поздно, долго сижу, а у меня шторка, одеяло плотное такое, вам даже не видно нисколько отсюда. Намертво, как будто фанеры закрыты. Я начинаю работать очень рано и дам во втором часу ночи. И уже все. Уже не ложусь. Огромная почта. Я тебе для чего это рассказываю? Ну? Чтоб я знал, что вы меньше спите. Одно дело меньше. Другое дело, я все время занят. И так ведите, чтобы получить по прищадному. Нам дано. Эта жизнь невозвратно уходит. Ну у вас харизма, а вы миссионер. Я-то кто? Я что, миссионер? У меня нет такого. Не надо. У тебя нет этого. Встать раньше и не ложиться. Вместе со всеми. И несмотря на это, слушай внимательно. Вот он стоит, Володя. А дату был Никита. Я говорю, в 4-40 мне давать звонки. Вот он стоит. Каждое утро он мне звонит. И только в этом месяце один раз он застал меня спящего. Звонок разбудил. Я делаю вот так. Наклоняю на панерку. И он друруруруруру. Я просыпаюсь. Как вибратор. Он мне звонит. Но я делаю еще под контроль. Каждое утро мне звонит Татьяна Капустина. Там маленько в другое время. Каждый, ни одного пропуска не сделает. Зачем я? Страшно боюсь проспать. А ты не боишься. Если бы Володя не поднимал, то ты бы так и сположил. У меня мертвая душа. Понимаете? Еще из этого. Ну вот, вот. Я прям чувствую, что она мертвая. Киписян, Киписян, 2,5. Встань спящий, воскресни из мертвых, и осветить тебя Христос. Встань спящий, запятая, воскресни из мертвых. Тебя касается этот стих? Ну, ко всем обращу. Ты ко мне. Да зачем тебя крутить? Ну, сейчас я тебе верю. Ко всем, к Павлу тоже. Ну, только не ко мне. Понимаешь, вот это лукавство у тебя, и вот это лживое такое, бессовестное христианство. Совесть первичнее Евангелие. Не в Библии первая написана, первая книга Моисея, а совесть. Иоанн Гаврил Златоуц говорит, первичная, она первая. А когда люди по совести уже не стали совесть слушать-то, сожжены. Вот куда сожжены это. Теперь Бог дает в писанном виде закона, этот самый, который был в совести. Первичная, то есть раньше появилась совесть. Совесть. А там спрятался, еще ничего нет, а совесть его загнала под кусты. Голый лежит, только по заднице определил, где там фокусируется солнце. Лизы его отражают. И его рядом тоже притаилась. Ела. Еще все губы в яблоке, но там в плоде. Ела. Под каблучник выскочил тут же. Голос твой услышал и убоялся. А когда смерть была рядом, не убоялся, а Бога жизни убоялся. Вот когда совесть-то была, ты страшно бессовестный. Вот в чем дело. Я хочу, чтобы ты вымолил у Бога совесть. И начал поступать по совести. Не просто шататься на земле и... Ну как? Я живу и живу еще. До вечера дожил, спать лег, встал, пописал, поел и опять на работу. А где жизнь-то? Я опять же не свои слова говорю, а драматурка Розова, с которым я беседовал в литературном институте Советского Союза. Это его слова. И больше ничего нету. Я студенту спрашиваю, а чего у тебя особенно было вчера? У меня? Ну у тебя, у тебя, Василия. Ничего не было. Ну утром ты встал, встал. Кто лет ходил? Ходил. В общежитической столовой был? Был. На занятиях был. Все, опять вечер? Опять. И ничего не было, нет. Он говорит, у меня каждый день новое. Я каждый день веду дневник 65 или больше лет. Больше. 70 лет уже веду дневник. Кратко. И ни одного дня еще одинаково, кажется, не было. А вы для себя ведете? А? Для себя ведете-то? Для них. Еще тебе надо посчитать. Как? Тебе дать посчитать. Я интересно, одно время, чтобы никто не просчитал, я писал одно слово, пишу по-немецки, дальше по-английски, по-французски, по-испански, по-латышски, по-русски. И кто-то будет читать, он глаза поломает. Он даже не поймет, на какой языке написано. Когда у меня такие секретные места были, я, ну, по порядку, ни одно и то же слово пишу на разных языках. Я понял. Вот так. Вот так. Мне это все неинтересно. А ты не ведешь. Ну, вчера, скажи, вчера, что день, опиши по порядку, что ты записал бы с вчера, что дня? Давай. Вчера. Вчера? Я сейчас сказал, что вчера, что дня, время вытягивает. Вчера я записал. Вчера меня лишили пряника. Это, знаешь, как важно. У ребенка трех лет. И ничего еще. И не смесь. Я только плакать надо. И это, как сказать. И мое учрение, восьмарку. Я не лишал тебя пряника. Это дело в том, что ты не ешь его. Оно у тебя лежало. Никого не лишали, тебя бы лишали. Даже вырастить не можешь. А только виноват он. И не веншайся, Тоби Шольд. Я говно, а виновен ты. На мальте написано. Лишил-то ты себя, не я. Ну, сколько я тут живу, я все время оставлял. И вот вчера вот... Наступил ты. Под горячую руку, как говорится, попал. А вот утром был весьма интересный диалог, в кавычках. Спор. Который вот не записали, к сожалению. А что диалог, что означает? Диалог? Да. Ну, два, говорят... А трилогия? Ну, и трилогия, что такое трилогия? А монолог что такое? Один говорит. Ну, и что там вчера был диалог, какой? Да я ушел и не мог его вместить. Не мог что? Вместить не мог. Ничего себе. Значит, голова, как говорят, большая, как бурюк пустой. Это нехорошо. А я еще подумал... Еще что в день было у тебя? А? Что за день было? Я еще подумал, вот Володя вчера вспылил тоже, вот он, как бы это... Ну, диалог хотел вот этот остановить, ну, чтобы он прекратился. У него желание такое было. А потом я подумал, ну, он так вспылил, еще и лицо такое сделал, мне гневливо. Я Володя такого вообще не видел. Ну, кабал-аденису, да. Вот, и это. А потом он рассказывает, что его укусил кто-то там. Я подумал, наверное, за это его укусили. И кто-то шершит. Шершит, да. Ну, я там еще не ходил в другой дом, попал поручению. Все, все он хочет сказать, пожалуйста. Не, я просто мысли свои рассказал. Да, слушаю. Баню лишили. Связь не сработала. Кто там помер? Да не знаю. У них каждое утро, когда они читают Новый Завет Столкования, Блаженов Филакты, обычно читают по очереди. Одно утро Сергей, а другой в этот момент помогает нам картошку, например, чистить. И вот так они каждое утро меняются. Потом Виталию утром читают, а другой мне помогает по кухне. И вот у них, как обычно, это первый тарифин, седьмая глава. Вот на этой теме у них все завязано. Независимо, там, с какой темы начинается столкование. На этом все заканчивается. Это с уторвеном как раз вот это все море, этот правило. И мне уже это надоедать начало. Я говорю, вы когда закончите вот это свое? Вот крутят это одну и ту же тему. А Сергей, я это на своем налетаре. Ты-то дубодей, ты такой-секой и так далее. Все. Этому не нравится, конечно. У меня, говорит, есть мучитель и на техночку. Пускай он меня мучит. Ты-то меня, говорит, зачем? Я не настаиваю, я сказал, что поезд какой у тебя должен быть. В этом дело. Так, и что еще расширить было? Рали шили меня прядика. Можно еще? Алексей Семенович звонит, он просит расколоть ему дрова, чтобы мы за день приехали и раскололи бы у него, помогли бы ему. Семь километров. Ну это надо ему. Когда поедете? Алексей Семенович, когда вам надо? Вы сами можете за нами заехать или как? Он даже за нами заедет сам. Ему трудно ехать или нет, спроси. А вам трудно до сюда добираться? А, нет, ему трудно, он со спиной лежит. Не надо. Скажем-то туда, а потом обратно везти. Попросите Сергея Павловича, на его машине заплатите ему. Значит, никогда-то, только завтра. Почему? Потому что зачем откладывать, дальше еще трудно будет. Значит, спроси, что у него, колуны? Что есть? Что у вас? У нас два колуна есть. Третий найдется. Все, третий найдется у него. Ну все, вопрос снят. Молись, скажи об этом. Да, даст Бог. Завтра мы, может, выйдем к вам. Молись, скажи, прошу, я с меня передаю. Да, я позвоню утром, скажу точно уж. Ты ему скажи, что я прошу его, чтобы начал молиться об этом. Все, Игнать Ильич попросил, чтобы вы молились об этом. Чтоб нам все отпустил. Все. Никогда не откладывай на завтра. Ибо не знаешь, что родить завтрашний день. Так что еще у тебя вчера было? В баню не парился вообще. Не парился. Даже не поддавал ни разу. Почему? Ну, как-то так получилось, что... А, вот я пришел, иди, говорит, с Володей. Ну, то есть вдвоем. Да. Ну, я пошел. Стал мыться. А, подожди, перед тем, как мыться, что было у тебя? Что? Перед тем, как мыться, с вами диалог был. Да потом дальше что было? Пошел в баню. Понимаешь как? Тебя никогда не узнают, что-то. Ну как? Я не... Вы поговорили с вами, я пошел мыться. Ну, я... Можешь сказать? Да. Разрешаешь? Я тебе показал свой веник, я говорю, сегодня сделал вот веник. Сколько деревьев вокруг. А, там веник мне есть в бане, ты спросил. Я говорю, да кто ж тебя готовит-то? Я сегодня... Так успокойся, сейчас тебя сильно будет трясти об этом. Я тебя три раза спросил, что на этом было? Я пошел мыться. А, почему ты умолчаешь об этом? Я показал тебе веник, который я сделал, висит. И все, говорит, ты такой же мог сделать? А что там в бане нету? То есть идет, он знает, что у него дорога открыта, чашка на столе стоит, ложку ему положили, только осталось хлебать. Ты еще как... Вечера, в хутор, в блестиканьку, он заходит, а там вику или кто-то, а ему там валетники, сатана мешают. Он рот только раздевает, а не рот летят ему. А незримые демоны это все делают-то. Ты вчера это говорил мне, вчера. И ты, когда пошел раздеваться в это время-то, и в это время что было? Я пришел к тебе и принес тебе, подарил веник. Веник подарил, которым никто не парился. Так было? Да. Это мало важно. Я тебя сначала пробрал, почему ты сам себе не сделал. Я вижу, бесполезно, опарится ему охота. А у меня веник лежит в заначке. Я понес тебя, опять пришел. А я хожу еще не одетый, в одних трусах. И я движет спрашиваю, что было? А ничего не было. Он не может на это ставить. Он пошел, дальше остальное все померкло. Ты спроси, люди, которых пробрали за то, что Бог сделал, не сделал веник, пошел. А потом бы кто говорил, ему сам прибежал и подарил веник, только заходи в пальцы. Ты немного найдешь таких событий в мировой практике. Я сказал тебе, ты неблагодарный. У тебя это никакой зарубки не получилось. Что дело необычное. Такое, идешь в мою баню. Я тебе выговорил, что ты неправильно делаешь, чужое берешь. А я тебе дарю твой веник. И ты это нигде записать не за... Мне не надо похвала. Ну, явно дело, событие неординарное. И ты не ожидал этого. И по глазам тебе видно было. Ты так удивился. Ой, давай благодарить. А сегодня уже ты уже никак все заел. Он у меня лежит в келье. Ну, я тебя три раза спросил, что было. Ты ничего, пошел мыться. Ты не пошел мыться, ты был в предбаннике. А я в это время пришел, подарил тебе веник. Дальше. Дальше я зашел, Володя мылся. Я стал тоже мыться. Ну? Вот. А вода оказалась чуть-чуть тепленькая. То есть там его не запарить ничего я не смог. Веник-то. Веник запарил? Ну, вы сказали, запарь его. Ну, и потому что, чтобы плистик-то не напарил. Ну, запарь в воде, в обыкновенной воде. Вот. Да. А вода-то она... Так я мылся еще. А какой я мылся водой? И стирался. То есть можно даже и в холодной воде замочить его? Она не холодная. Ну, в теплой, так скажем. Конечно. Хоть какая, но... Она чуть-чуть теплее. Любая вода. Ну, не скажи чуть-чуть. Я вам говорю, Гнат, Илья. Дальше. Дров полно. Дрова принесена. Только в печку сунуть. Ну, всего один раз зашел и вышел. Больше нету. Но ты узнал, что нету. Володя выходит. Раньше тебя умылся. Сказал, Володя, подкинь-ка там. Больше ничего не надо. Ты пришел, Володя половину уже времени отбыл в бане. Помылся. Он выходит. И ты ему сказал, Володя, что-то не хватает. А ну-ка, брось. У тебя выходить нет за счет. Я бы... Толка-то нет. Я тебе толка нету. Ты трещешь, у тебя там два шарика колотятся в башне. Ну, я тебе еще сказал. Сказочный какой-то прием. Володя уже вынулся. Это бессмысленный прием. На тот момент был. Именно. Был бы. Почему? Потому что, ну, не успел бы. Я столько не выдержу в бане. Чтобы без выхода. Как же холодно. Подождать, пока оно... Значит, не холодно. А жарко там было. Нет, печка-то хорошо. Так, что тебе надо? Тебе париться надо? Так, что ж это... Ну, а зачем тогда веник-то нужен? Ну, париться, если ты хотел. Тебе хватало воды? А теперь подбросит жар сейчас будет. Жара там хватает. Так веник-то сухой. Ну, вода-то рядом. Ты его в тазик положил и все. Почему ты решил кипятком заварить? Я никогда не делаю. Я прихожу в холодную воду. Положил, чтобы листья не разлетаются. Ты понимаешь, ты все придумаешь. Что еще у тебя нет? Так я и спрашиваю. То есть, в принципе... Да не надо спрашивать. Тебе сколько лет? Сорок. А что так долго не отвечал? Сам удивился, что уже сорок лет. Никиту тронуло одно четверостишее, которое опасало ему. Запомни бы тебе его. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. А что такое четверть века? Сколько? Двадцать пять. Двадцать пять. А тебе на пятнадцать лет больше. У тебя же вот такое дело. И ты заметишь, как все абсолютно, что у тебя вчера было, ты все умеешь скособочить и оказаться правым. В твоем положении ты должен быть благодарен за все, что тебе дали, что сидишь за столом, что пришел ездить спать, кто Михаил Кальмая пододелал. Ты бы только благодарил Бога. Как он хорошо сделал. Какие я взял палатки? В палате. Как спать легко. Каждый день бы, Володя, ты опять приготовился. Прости меня, я тут завертелся еще-то. А ведь ничего этого нет. Я пытаюсь тебя поднять. А люди говорят, ой, это я, я вампир. Я от тебя эстроэнергия беру. Какая у тебя эстроэнергия идет? Да они... Ну какая? Я не знаю, что говорят. Какая? Но у тебя ничего нет, отсутствующая. Да нет, Игнать Ильич. Ни грамоты. Я с ними не согласен. Они просто слепые. Ну это не верующие. Не верующие такие же. Как некоторые. Я разбираю один день. Еще что у тебя было вчера? Ну вот, я не попарился. А потом... На хвост посланника отняли. Попариться отняли ему не дали. На хвост потом наступил Сергей Кубков. Что? Здесь такого еще не было. Что пришел еще и третий зашел в баню. Еще там на трехку свободно. Ну свободно. Ну то есть он... И он постоял, подождал, пока Володя вышел. Ну еще. А я уже домылся. Ну домывался. Смывал себя. Ну я спрашиваю, сказал ты про баню. Еще что? А, ну дальше что? Да не дальше, а что такое, что тебя тронуло законно, сможет записать. Ты меня спрашивай, что я записываю? Я тебе хочу показать, что ты будешь записывать сегодня. Вчера, Илья, давай проверим. Что еще ты вчера было с тобой? Что тебя удивило? Что порадовало? Вчера, вчера вот для меня служба показалась в храме. Как объяснить-то? Какой-то такой сухой, что ли? Так, сухой. Значит, не хватило воды. Обычно, ну какой-то такой, как будто уже привык, и это все обыденно, и уже вот такое вот. А то, что я тебе сейчас говорю, ты к этому еще не привык? Что такое разбор даю? Не обыденная? Это полезная вещь? Полезная, да очень даже полезная. Мне все говорят, как у вас хватает терпения с таким дундуком возиться? Вот так, дядя Виталий. И значит, что еще у тебя? Помыслы, уезжай, 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 помыслы долбили меня. Другого нету, всегда. Куда выезжать? Тикай. А в Китай? Тикай. Либо с подводной лодки Тикай. Куда? Ну работа, типа, вот надо же долги отдавать, там работа. Сейчас это начнешь, там. Картины рисовал мне, кто-то там. Я не могу тебе дать, чего у меня нет. Вот на твоем месте, говорит, на твоем месте я на своем не разберусь. А на твоем еще. У меня щетка ясна вчера была, очень интересная. Я вчера был дежурный по деревне. Я домолился, когда помазание прошло. Я поехал в деревню, проехал, заглянул там, как. Все нормально, нормально. А тут два Игоря напротив меня, они там беседуют, барабаш и глушков. Я их записал, Игорь. А я поехал вот туда, к лагерю, бывшему, к музею. Дальше проехал. Думал, он горох берет. Что горох? Я увидел там. Там, на таку. Поехал дальше, смотрю, следа сегодняшнего нету. Я по следам определил. Нету. Я вернулся назад, а куда же он поехал? Лежу прямо. Прямо, это значит, туда он должен к околку и возле линии заворачивать. Это далеко. А тут Игорь спросил, он говорит, а я напропалую. А как? Ну, где КТП у вас там это, вы работали-то? А я с этой стороны, прямо. Я говорю, да там деревья все упали, большие деревья. Дороги-то нет. Он, о-о-о, деревья. Я всю зиму там ворочил все это, пилил, убирал, растаскивал. То есть он подготовил. И теперь он как идет на разовороте-то. И у него наши, где слив-то воды, озерко-то это, южного пруда, остается слева. Он прямо выходит на поле. Я, теперь я уже смело поехал, вижу, там все перемятое. И он разбил поле, но я не вижу, что у него разбито на квадраты. Он стоит там, и непонятно. Гляжу, машина подходит. Так тоже две машины. Одна длинная, которая сейчас стоит там, с двумя прицепами. А это просто самосвал. Я вижу его. Где мне его взять, чтобы заснять, как он работает-то? Я пошел пешком, потом гляжу, он дальше уходит. Я тогда вернулся назад, сцел на велосипед и поехал. А дорожки-то мне, кстати, известные, я тут родился. А он доходит до квадрата, где я разбил. Да разворачивается назад, я опять ни с чем остался. Я тогда стал выгадывать, как мне его взять, чтобы мне спереди. Все-таки я сделал это дело. Комбайн идет, а я перед ним сбоку пяшусь и все снимаю. Ну и дальше он пошел. А я трудно по дорожке, которая много намята в траве. Колесо-то тонет, в траве ты, ну не провернешь. А я еще аппарат держу, у меня там вот так, конечно, ногами. Кто-нибудь подумает, что землетрясение или цуннами началось. И все-таки я заснял его. Заснял, доехал до конца и встаю. А в это время сзади проезжает мимо меня Еремея на велосипеде. Он видит, что там дальше, где элеватор, тучи черные такие и сверкают молнии. А он приехал на обыкновенном самосвале и, видимо, разгрузил его и бросил. Скорее на велосипед ту машину, я вижу, так и есть. Он тогда прям по полю едет, по полю где-то. И к той машине. А машину их я увидел тогда там в лесочке, у них машина. Небо там. А теперь на велосипед там видно бросил. Понятно, как работают. И у них теперь там замокнет. Все, я так запереживал за них. Я скорее домой накручиваю. Ну, приезжаю, а они идут из храма Володи. Прямо столкнулся. Ну, дальше пусть все ясно. Я сейчас Надежде Васильевне сказал. У меня день рождения вчера был. А этот день рождения на Надежду не попадает. Надежда 30 сентября. А на этот день попадает Сусанна. Она должна была бы быть Сусанна. У тебя мать верующая с детства, с детства. Два деда расстрелянные там умерли. Старообрядство мелокринитского согласия. И вы не знали, как называть по календарю. Где Надежда? Покажи. Ты Сусанна. По-французски Сюзянна. А по-французски Шушаник. Я тебя буду назвать сегодня Сусанной. В день рождения. Ох, она обрадовалась, как хоть один день. Я говорю, у вас Надежда сколько? Вот Надежда, вот. Там у нас Попова. Надежда. Ну-ка, Надежда. Ну, по порядку. Берем все Надежды. Надежды. Вот так. Торбеева была у нас Надежда. Вот у меня какое интересное было. Потом тут снимали, как гроза уже подходит. Сверкают молнии. Все это. А я уж не говорю днем, что было. Это надо все записать. Записывается, что... Я сегодня сказал, как один спрашивал, как четыре-три ночи-то бывало. И как я ему ответил, я сегодня уже все выставил. Выставил. Примел 37 мест Писания. 37 раз открыл Библию показать, что нужно дать этому мусульманину. Через программу? Считай так. Ну, какой у меня день был? Богач еще твой? Ну. Я уж не говорю, что два раза... Плазотворили. Любоваты. Один раз вытряхивали были. Полное ведро. Благословенный, Игнатий. А? Благословенный. Благословенно было, да. Так. Ну так что, мы с тобой договорились. Что ты в устав ходишь, не нарушаешь. Устав хороший, поразительный, на подъеме. А другой тебе дух говорит, беги, 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 не оградывайся. Это такие, сейчас от отзыва о Никите были. Никита, беги оттуда, беги. А сейчас все говорят, отсиделся до 30 лет. Узнал, что теперь не берут в армию, и вернулся. Хитроват. Так пишет. Ну так-то сходит само. Как раз он до 30 лет до пенок. Так, так. Ну и что сказать тебе, мой старый друг? Нарушать будешь утром, нет? А это, а если, а прислониться можно там? Зачем? К чему-нибудь. Работать надо, прислоняться тебе не надо. Так воскисление же не работает, Игнатик. Ложись, сколько хочешь. Можешь ложиться не раньше 9 только. В 9 ложись. Чтобы от 7 ужина было 2 часа. Так я тебе сказал, в 9. Теперь смотри, 3 часа, и там 4,40. 4,40, это получается 7,40. 8 часов почти. Тебе не хватит? Нормально. А почему так не делаешь? Да он примерно так и ложится. Он так и ложится. Что, так не, мне сейчас намного легче, Игнатик. А почему ты себя вторвался? Раньше-то я не мог. В 40 лет у меня это подъем самый был. В это время я объявил войну плоти своей. Я стал по 5 минут урезать. И довел сон до 2,5 часа. Каждый день никогда не ложиться, на минуту не присаживаться. Никогда. У меня очень выносливый организм. Но ниже я попробовал, нет, дальше никак. Я начинаю засыпать. У меня тоже мозги не соображают. И порой. Не соображают, да? Вообще, как будто, вот, все, механизмы все встали. И все. Вообще-то постоянно такое. Ну, особенно вот, когда не выспишься. А когда ты выспишься-то? Ну, вот если ты в 9 будешь ложиться, а в 4-4 встать, выспишься? Ну, думаю, да. 7 часов 40 минут тебе недостаточно. Да почему, Игнатий? Ну, почему ты должен прислоняться-то где-то? Ну, потому что, как сказать, не озадачил себя ничем, потому что... Я не понял. Не озадачил себя ничем. 7, 40 тебе... Раз, вот теперь, раз, отключается. 8-8 будешь ложиться спать. Мотивации нету, что ли, вот так скажем. Ну, уж больше мотивации тебе трудно сказать. Жена твоя бывшая бьет тебя. Сын растет. Я до сих пор в это не верю. Вот как в сказке какой-то произнес. Как будто все не твое. Вообще, как так произошло? Счастливый человек. Я реально не верю, Игнатий. Ты даже не веришь, что родился. Не делись. Отцы и дети тут денег посчитай. В школе-то учился же. Отцы и дети. Я игнорировал школу, Игнатий Тихонович. Вот это да. Кто послушает? Я любил там, ну, вот по русскому языку Людмила Алексеевна, вот я ее запомнил. Она блокаду пережила Ленинград. Такая женщина совестливая была. Людмила Алексеевна, это председатель Кочинского совета сейчас. Вот. Русский язык. Вот я ее любил, вот к ней прислушивался. По алгебре еще вот учительница. А всех остальных я просто не видел. А откуда ты этого набрался? Вот остальные выборочные. Потому что я, не знаю, у меня душа их не принимала. Ну не принимает. Один предмет у тебя все плохо. Кто согрешает в одно, виной во всем. И тебе уже в следующий год перехода нет. Опять заново сидеть в этом классе. Меня за поведение на второй год оставили. Вот это да. А что ты там натворил? Да. Нигилист, как вы говорите. Маргинал. Там у меня знакомый один был. Баптис. Аколов. Прокоп. Прокопий. И он сидит, а грамотежки-то не копает. И говорит, вот если я буду говорить в Библию, можно это слово? Мелиорасе сказать. Я говорю, а где тут? Вот это вода, водяная работа где-то. А, тогда не подойдет. Он снова еще. Эгзистенциализма. А что это такое? Во время, когда у них идет богослужение, у Баптисов, а ему охота блестнуть, ну, не к месту. Ну, и видно, что это не его речь. Странно. Ну, все тогда. Будем готовиться сейчас к занятиям, готовим вопросы и прочее. Все боятся вам задавать вопросы. Ну, да. Боятся жутко. Знают, что за каждое слово отвечать придется. Вопросы задавать шатко боятся. У тебя весо, говорит, неиспорченный интеллект. Нет, ну серьезно, Игорь Дико. А почему все молодцы? Либо тогда они все все знают уже, наперед все. Весо неиспорченный интеллект. Обзора сказано. Хорошая фраза. Вот они боятся, они боятся. Ты о себе говори, а не о них. Не, ну я в том числе. Врешь ты все? Почему? Это когда Тарасий, патриарх, умирал, а бесы стали ему показывать. А ты вот здесь это сделал не так, а вот здесь не так. Тебе боялись то другое. Игнатий. А он уже почти не разговаривал. Он говорит, все вы лжете, ничего этого не было. И они отступили. Почему не задают вопросы? Вот вам вопрос. Я тебе ответил, но две причины. Две я же называл. Еще раз скажи. Или человек все знает, зачем ему спрашивать. Или он ничего не знает, он не знает, зачем задавать-то. И все сразу улыбаются. Все понимают, что о втором виде речь. Дома не считают Слово Божие. И они довольствуются вот этим стоянием. Пришел в храме, а стоял, пришел, переоделся. Ты ни за кем не подглядывай, ты за собой знай. Жест сзади. Я боюсь, потому что я что-то... Вы скажете так, садись и помолчи. И все. То есть ты заранее еще не задал, и уже вслух даешь ответ. Нет, я так думаю, что... Вот это психолог. Что меня посадят, типа... Никакой Ниши, Фред, все забрали. Куда ты рот открываешь? Никакой Карнеги даже Слово не произнесет. Слово не сказал, из-за человека отвечает все. А вопроса никакого нет. Как у меня был здесь, в лагере приехал Бобров, Геннадий Александрович. Первый секретарь райкома партии КПРФ, Железнодорожного. И говорит, Лапкин проводит экскурсию и говорит, а вот здесь дети могут сушить одежду, здесь тепло. А я подумал, тепло ВОЖ любит. Ни в ША нету, ничего, но намек уже брошен. ВОЖ тепло любит. И как опровергать его? А где ВОЖ? Да я просто так сказал. У него слово тепло только с овшами ассоциируется. Ну что, видит они презентабельные. А что такое презентабельные? От слова презентация, наверное. Презентация, не знаю, что это. Откуда? С английского языка, Геннадий? Презентейш. Презент, подарок. Привлекательный. Ладно, все на этом. Есть что-то ко мне сказать? Благодарю за долготерпение, Геннадий. Значит, ожесточившийся брат, это крепость, охраняемая гарнизоном дьявола, хорошо вооруженным. Разгони это, все, всю эту мороку. И скажи, Господи, я хочу служить Тебе, служить по воле, добровольно. И поэтому с плоть мою, вот эту вот плотяжку, валючку, смиряю и порабощаю. А я вспомнил, Игнать Игоревич. Смиряю и порабощаю. Повтори. Плоть. Проснулся. Смиряю и порабощаю. Мне даже страшно это произнести, насколько она надо мной, ну, так сказать, имеет власть. Превалирует над тобой, да? Я вспомнил, вот, я трус на флоте, когда я пытался молиться, вот, по-настоящему, ну, там, жестко же бывает среди мыть. И это, и потом как-то на меня нападки начинались, и я струсил и перестал молиться. Я вот это вот вспомню. Ну, как, то есть уже так вот, как вот у меня было намерение, прям так серьезно. Как ощущать, что победа была? Божья или дьявола? Дьявола. Вот и все. Вот. А ты на чьей стороне оказался? Ну, понятно, на чьей, на дьявольской. То есть я струсил все, боязливость вот эта. Когда раз ты уже чувствовал, что нападки от молитвы, ты вот до конца бил и бил. Да, я забоялся, Игнатик. А что ты, а что ты забоялся? Ну, опять вот это плотное ему забоение. А что именно? Что боялся, что тебя за борт выкинут? Ну, меня... Да, можно так сказать. Там что-то... Было такое, что меня... Я просыпаюсь, меня душит теченец, дагестанец. Я, говорит, сейчас тебя выкину, короче. Ну, за борт. А он мог выкинуть? Ну, я думаю, что нет. Трус. Он такой здоровый, все, но внутри он... Ну, трухлявый, да. А из-за чего у вас конкретно были? Я его обличал, потому иноплеменником называл, что типа сиди на мере. Как я называл? Я говорю, ты иноплеменник, ты что тут права качаешь? Это не обличение, это... Ну, в смысле? Ему это очень не нравится. Ну, ладно, Виталий, давай по-хорошему начни. Начни прямо никогда, а прямо сейчас. Вы набери бумаги с собой, карандаш, и все записывай. А потом проверяй. У тебя так память появится, места Писания, запоминай. Вот, которые здесь есть. Кто признает имя Господа, тот спасется. Торимином 10-13. Все на этом. Благодарю за внимание. Все, слава тебе. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Аминь. Давай, Боже.